Откройте Священное Писание Матфея, 1 главу. Матфея, 1 глава. Мы продолжаем изучать тему Иисуса, жизнь Иисуса в нас. Жизнь Иисуса в нас. И мы будем смотреть на разные аспекты жизни Иисуса Христа на протяжении Его жизни. И как мы все знаем и утверждаем, что жизнь начинается с зачатия. Мы верим, как христиане, что жизнь начинается с зачатия. И мы против абортов. Мы против того, чтобы убивать эту жизнь еще в утробы матери. И мы утверждаем это. И это утверждаем на основе Священного Писания. И мы посмотрим сегодня Матфея, 1 главу, 23 стих. Если у вас Библии открыты. Вот Дева во чреве примет и родит Сына. И нарекут Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Что значит с нами Бог. Мы видим вот этот план спасения, который открывается в Иисусе Христе. И мы видим вот это пророчество, которое еще Исайя сказал до этого момента. И говорит, что Дева во чреве примет и родит Сына. И нарекут Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Это начало жизни Иисуса Христа на земле. Его зачатие. И что очень уникально в этом зачатии, это вот это имя и истина закрыта в этом имени. Иммануил. С нами Бог. Жизнь Иисуса Христа в нас не может быть, если не будет с нами Бога. Мы не сможем жить жизнью, как Иисус Христос прожил на этой земле, если с нами не будет Бога. Чтобы жизнь Иисуса Христа открылась в нас, с нами должен быть Бог. Я хочу посмотреть вместе с вами, что это значит иметь присутствие Бога в нашей жизни. У некоторых христиан такое представление о Боге, что Он какой-то босс или CEO, который контролирует всю землю или компанию. И вот мы к нему обращаемся, когда нам что-то нужно. нужно, мы приходим и говорим, нам что-то нужно. Мы к нему приходим получить какое-то поручение или задание. И тогда мы идем выполнять это. И мы стараемся силами всеми выполнить это, чтобы наш босс или CEO был доволен. И когда у нас не получается выполнить это задание, мы начинаем страшиться и бояться, что мы, может быть, потеряем свою работу. И у нас такие отношения слаживаются с Богом, что Он где-то там, и Он наблюдает. И вот мы к нему приходим, мы к нему обращаемся, Он получает поручения. Но Бог не хотел таких взаимоотношений с человеком. Бог хотел совсем других. Он хотел быть с нами. Больше как coworker, который вместе с нами идет по этому пути. Более того, Он говорит, я прошел этот путь, и я хочу, чтобы ты пошел за мною, и я пойду с тобою. Это жизнь Иисуса в нас, когда Бог с нами. Я хочу обратить наше внимание на первое, это присутствие Божие в жизни Иисуса Христа. Когда Иисус Христос, будучи Богом, Он обнищал ради нас, Он не почитал это хищением, быть равным Богу, но Он уничижил себя. He limited himself. Он сам себя уничижил. Никто не мог уничижить Иисуса Христа. Он Бог. Но Он сам себя уничижил, limited, поставил на себя лимиты, и стал человеком. Он принял образ раба, став подобным нам. Он принял вот эти limitations, вот эти limits. И Он нуждался в Боге. Он нуждался в присутствии Бога. Петр, который видел жизнь Иисуса Христа, особенно его служение, начиная от начала, в Деянии 10 главе такие слова сказал. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, «И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Петр увидел в жизни Иисуса Христа, и все, что Иисус Христос сделал, он увидел одно – Бог с ним. Он увидел, что в жизни Иисуса Христа Бог был с ним. И жизнь Иисуса Христа, она показывала присутствие Божие. И мы видим это в его делах. Иоанна в 5 главе, 19 стихе, мы видим, что Иисус Христос делает. И Он говорит, на это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и сын творит так же». Мы видим, что Иисус Христос, Он говорит, «Я не могу ничего делать сам от себя. Я делаю все, что я вижу, что Отец мой делает. Вот Отец мой сделал что-то, и я это повторяю. Я делаю то же самое. Я творю так же, как делает Отец мой». Это показывает присутствие Бога в жизни, в земной жизни Иисуса Христа. Он повторял то, что делал Отец. Жизни нашей, наши дела, они показывают присутствие Божие в нашей жизни. Мы можем тоже так с уверенностью сказать, «То, что я делаю, это я увидел у Отца. Бог мне так показал делать. Имеем ли мы такое присутствие Божие в нашей жизни, чтобы с уверенностью сказать, То, что я делаю, я увидел у Отца. Иисус Христос так поступал. У Него было так в жизни. Его дела подтверждали присутствие Божие. Более того, мы видим Его волю. Иоанна, 5 глава, 30 стих, мы читаем. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли. Но волей пославшего Меня Отца. Он говорит, я не ищу своей воли. Вот то, что я делаю, это я не делаю по своей воле. Вот мне захотелось, и я делаю. Я делаю это, потому что это воля Отца Моего Небесного. И Он подчинил свою волю Отцу Небесному, потому что у Него было присутствие Божие в его жизни. Говорит, моя воля, это не моя воля. Я волю творю ту, которую я видел от Отца. Его воля подчинилась Отцу, потому что у Него был Бог с Ним. Иисус Христос сказал, не моя воля да будет, но Твоя. Присутствие Божие в жизни Иисуса Христа отражалось в Его воле. Мы живем на этой земле по своей воле. И мы думаем, что я могу творить это, я могу делать это, я делаю, как я хочу. It's my way. И мы иногда не задумываемся, что есть воля Небесного Отца. И если мы хотим присутствия Божия в нашей жизни, вот если мы хотим, чтобы действительно Бог был с нами, мы должны вот эту волю подчинить волю Отца. Чтобы мы могли сказать, не я творю свою волю, то, что я делаю, я делаю это по воле Отца Моего Небесного. Потому что я хочу присутствие Божие в моей жизни. Я хочу видеть присутствие Божие. Я хочу, чтобы Бог был со мной. И я подчиняю свою волю, волю Небесного Отца. Следующий момент в жизни Иисуса Христа мы видим, это Его Дух. Иоанна 14 глава, мы читаем с 11 стиха. Иисус Христос говорит, «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Иисус Христос сказал очень глубокую истину этими словами. Он сказал, «Я в Отце и Отец во Мне». Вот это скрепление Духа, что Он единый с Отцом, что Его мысли мысли Отца. Мы понимаем, что Иисус Христос, Он был Бог, Он был также и человек. И для нас это ум непостижимо, мы не можем это объяснить, как это так, Он был и Богом 100%, и 100% человеком одновременно, но это истина. И это истина в Священном Писании. И это Христос подтверждает. Но Он говорит, «Настолько близок Я с Отцом, что Он во Мне и Я в Нем». В нашей жизни, если мы хотим присутствия Божия, то мы должны соединиться со Христом. Жизнь Иисуса Христа в нас. У нас должно быть соединение с Ним. Христос в нас, и мы во Христе. Все вы во Христа крестились. И Христос селился в нас. Вот это соединение произошло, вот это единство произошло. Так как Иисус Христос с Богом был одно, мы должны быть так одно с Иисусом Христом. В духе одно. И тогда будет у нас присутствие Божие в нашей жизни. Мы видим это из жизни Иисуса Христа. Когда Его дела подтверждали это, Его воля подтверждала присутствие Божие, Его Дух подтверждал присутствие Божие, он на этот мир смотрел совсем иначе. Он смотрел совсем по-другому, чем люди, окружающие Его. Он относился к людям и к миру совсем иначе, чем все люди, окружающие Его, потому что Бог был с ним. У него было присутствие Божье в его жизни. Однажды ученики проходили одного слепого. Он был слепой от рождения. И ученики сразу вопрос, учитель, кто согрешил, он или родители Его? Они смотрят человеческими глазами, принимают решения. Но когда есть присутствие Божие, мы смотрим на вещи совсем по-другому. Иисус Христос отвечал, не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Вот что делает присутствие жизни, присутствие Бога в жизни нашей, в жизни человека. Он видит ситуацию совсем по-другому. Он видит, здесь слава Божья. Здесь слава Божья, потому что он ходит в присутствии Божьем, и он после этого говорит, 4 стих Иоанна 9 глава, «Мне должно делать дела, пославшего меня, да коли есть день, приходит ночь, когда никто не сможет делать». Он говорит, я должен сделать. Здесь будет явлена слава Божья, потому что он находился в присутствии Божьем. Читаем другую историю. Про Лазаря. Иисус Христос ждет 4 дня. С человеческой стороны Мария говорит, «Рави, если бы ты здесь был, если бы только ты здесь был, он подождал». И он приходит. Интересные слова говорит он. Молитва человека, который находится в присутствии Божьем, и с которым Бог. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Очи, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Не то, что Ты услышишь, но услышал меня. И я знал, что Ты всегда слышишь меня. Такая уверенность. Присутствие Бога в его жизни. Бог с ним. Он говорит, «Ты услышал меня, и я знал, что Ты услышишь меня. Но сказался я для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Человек в присутствии Бога. Человек, который с ним Бог. Ему не нужно гадать или не быть уверенным, слышит ли меня Бог, не слышит меня Бог. Он говорит, «Ты услышал меня уже, и я знал, что Ты всегда слышишь меня». Это уверенность, которую Иисус Христос говорит. Когда человек находится в присутствии Божьем, он поступает по-другому, и он реагирует на ситуации жизненные совсем по-другому, чем тот человек, у которого нет присутствия Бога. Совсем по-другому. И когда человек находится в этом присутствии, он начинает меняться. Он начинает. Его мысли меняются. Его отношения меняются. Его принципы меняются. Человек начинает поступать, как он видит Отца поступающего. Мы читаем 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господнюю. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Когда человек находится в славе Божьей, в этом присутствии Божьей ежедневно, он начинает преображаться из славы в славу. Когда что-то происходит в жизни этого человека, он начинает меняться, потому что он находится в присутствии Божьем. Я задаюсь вопросом, как же жизнь Иисуса Христа могла иметь такое присутствие, близкое отношение с Богом? Как он мог иметь вот это, что он знал, он всегда видел, он творил, он понимал, что нужно делать, когда нужно делать, как реагировать на ситуацию, как видеть вещи с точки зрения Божьей? Как же он всегда находился постоянно в этом состоянии, что он мог сказать, «Со мной Бог» или «С нами Бог». И люди окружающие это увидели. Петр об этом говорил, «С Ним был Бог». Когда он это все делал, «С Ним был Бог». Как же Иисусу Христу удавалось это делать? Мы видим, это происходило в молитвенной жизни Иисуса Христа. Мы нередко встречаем моменты, где Христос молился. В Луки 5 главе 16 стихов мы читаем, «Но Он уходил в пустынные места и молился». Мне нравится в английском переводе, как здесь написано, «But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray». Он как бы так тайком уходил куда-то, что люди не замечали. «He would slip away». И здесь написано, «often would slip away to the wilderness and pray». Это была характеристика жизни Иисуса Христа. Очень часто Он просто тайком. уходил и проводил время в молитве. И Он мог ночь провести в молитве. Его молитвенная жизнь, она была наполнена вот этим присутствием Божиим. И потому Он молился это общение и близость с Богом. Он видел присутствие Божие и Он видел в этом нужду. Видел в этом нужду, что Ему нужно уйти, уединиться. И Он уходил там, где никто не мешал. Там, где Он может быть наедине с Богом. Я задавался вопросом, «Иисус Христос, Ты же Бог. Ты же можешь в любой момент разговаривать с Отцом. Free access. Открытое. Зачем тебе куда-то уединяться? Зачем тебе уходить в пустынные места? Ты же можешь это в любое время сделать. В любом месте. Я хочу обратить наше внимание на это время молитвы. И это хорошо, когда мы имеем время молитвы. Но я хочу обратить внимание на наше пребывание в молитве. Чтобы иметь присутствие Божие в нашей жизни, мы должны пребывать в молитве. очень часто мы встречаемся с друг другом и мы задаем такой вопрос. How's life? Как жизнь? Как дела? И это нормально. Это хорошо. Мы встречаемся и мы выйдем сейчас из собрания и мы спросим, как жизнь? Но очень редко я встречаю, чтобы люди задавали вопрос. христиане. Как молитвенная жизнь? How's your prayer life? How are you praying? Как молитвенная жизнь? Есть разница сказать молитву или пребывать в молитве? Можно сказать молитву, можно помолиться, а можно находиться в молитве. Молитва это не просто акт. Молитва это образ жизни. Это не просто что-то мы сделали. Это образ жизни. Чтобы мы поменяли вот это мышление, что не просто мы совершаем молитву, мы живем молитвой. Когда мы меняемся вот это мышление, тогда присутствие Божия приходит в нашу жизнь. Я всегда думал, почему Давид был муж по сердцу Божьему? И у него много качеств. Но очень интересный момент, который я заметил у него, он осознавал вот это присутствие Божие в своей жизни. Он не был perfect, он не был идеальным, но он осознавал присутствие, и он четко чувствовал, когда он терял это присутствие Божие. Потому что он понимал, когда оно есть в его жизни. Мы читаем в 138-м псалме. «Господи, ты испытал меня и знаешь, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, присутствие Божие в жизни его». Он понимал. «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня и все пути мои известны тебе». Он говорит, «Я встал, ты и Бог рядом. Иду я, отдыхаю». Он говорит, «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Присутствие Божие. «Сзади, спереди ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку твою». И он восклицает, «Димно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть этого». Он говорит, «Не могу постигнуть его». Вот это ведение Божие, присутствие Божие в жизни Давида. Он говорит, «Для меня я не могу понять, как это ты так со мной, ты сзади, ты спереди, ты мысли мои читаешь, даже и слово, я не знаю, какое я произносил, ты уже знаешь это». Присутствие Божие в жизни его. Он это делал. И мы читаем молитвы, псалмопевца. Когда нам радостно, когда нам грустно, когда нам скорбно, мы читаем эти молитвы. Муж молитвы. И Писание нам побуждает. В Новом Завете мы читаем 1 Фессалоникийцам 5.17. «Непрестанно молитесь». Это не значит, что я все время стою на коленках, поднимаю руки к небу и молюсь. Это значит, образ жизни у меня молитвенный. Мы читаем римлянам 12 глава, 12 стих. «Утешайтесь надеждою, скорби, будьте терпеливи». В молитве постоянны. Постоянно в молитве. Ефесянам 6 глава, 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Это образ жизни молитвенной, которая имеет присутствие Божие. Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте мне и с благодарением». Чтобы иметь присутствие Божие в нашей жизни, мы должны осознать важность молитвы, потому что через молитву у нас доступ в присутствие Бога. Евреям, 4 глава, 16 стих. Мы читаем такое. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». «Посему да приступаем с дерзновением». У нас есть возможность быть в присутствии Божьем каждый день, каждый миг. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы открыть нам этот доступ. Иисус Христос пришел на эту землю, Он воплотился, Он совершил это, чтобы с нами был Бог. Для этого Он пришел. Открыть эту дверь, открыть эту возможность, чтобы мы могли приступить к престолу благодати. Для нас, грешников, это непостижимо. Мы не можем прийти к престолу благодати, но во имя Иисуса Христа у нас открытый Его доступ. Open access. Мы можем прийти к Богу. Как это иметь в реальной жизни? Я хочу следующий момент. The practice of the presence of God. Как практиковать вот это присутствие Божье в жизни практически. Мы читаем Филиппийцам 4 глава 8-9 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетеля похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Слушайте последний момент здесь. «И Бог мира будет с вами». Присутствие Божье в нашей жизни начинается с мыслей наших. Мы прочитали здесь, что помышляйте, о том помышляйте. Так поступайте. Если наши мысли преобразятся, и здесь оно говорит, и Бог мира будет с вами. Оно начинается с мыслей. Я хочу несколько моментов отметить. Первое. Как мы начинаем день? Салмопевец пишет, «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». С чем или с какими мыслями мы стоим? Вот мы пробудились сегодня, какие мысли сразу пришли в нашу голову? Одного проповедника я слушал, но он говорит, «Только что я проснулся, я сразу спрыгиваю с кровати на коленке и молюсь». Другой проповедник отвечает на это и говорит, «Я только открыл глаза, даже не успел с кровати и уже благодарю Бога». Какие мысли у нас? Неважно, спрыгиваем мы с кровати или нет, какие мысли у нас? Мы проснулись, первая мысль какая? Что мне нужно сделать? Что я не успел вчера? Чем озабочены мы? Псалмопевец говорит, «Господи, рано услышь голос мой». Он с утра, с первой мысли хочет быть в присутствии Божьем. Он хочет, чтобы Бог был с ним. Он хочет начать день с Богом. Чтобы Бог был с ним в этом дне. Начало нашего дня. начинаем ли мы их с Богом? Если мы хотим присутствия Божьего в нашей жизни, мы должны день начинать с Богом. Никакие это дела, ни суета, ничего не другого не должно брать вверх над присутствием Божьем. Следующий момент – это в тишине дня. Есть у нас момент в нашем дне, где мы останавливаемся и просто проводим время в тишине. Псалмопевец в 46 Псалме в 45 Псалме 11 стихом пишет «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен на родах, превознесен на земле». В английском переводе написано «Be still and know that I am God». Есть ли у нас момент? В нашей жизни сейчас и наша культура и society, в которой мы живем, это такая быстрая река, которая течет так быстро и мы вместе с этим все текем и мы идем и идем и наша жизнь она суетная и идет и идет и крутится это колесо и мы не можем остановиться. Писание нам говорит «Остановитесь, у нас должен быть момент в нашем дне, где мы остановимся и просто quiet our thoughts, мысли, чтобы они утихли и могли побыть в тишине». Люди в этом мире, они боятся тишины. Боятся тишины. Должно что-то всегда играть, что-то должны всегда смотреть, что-то должно всегда двигаться и люди боятся, что они останутся в тишине со своими мыслями и они этого боятся. А нас Писание призывает этому, чтобы мы могли прийти в присутствие Божия, чтобы мы могли услышать Бога, чтобы мы могли прикоснуться к Богу. У нас должно быть время в течение нашего дня, где у нас есть просто тихое, спокойное время. Иисус Христос учил своих учеников молиться, Он говорит, зайди в комнату твою, затвори дверь твою. Это значит, убери все distractions, которые в твоей жизни. Все, что отвлекает тебя от присутствия Бога, убери это. И побудь в тишине, в присутствии Божьем. Следующий момент присутствия Божия в нашей занятости дня. Мы очень заняты. И я понимаю, у нас есть ответственность, есть работы, есть дела, и мы их совершаем. Но мы их зачастую совершаем сами по себе. И не понимаем иногда, что Бог с нами даже в этих делах. И мы должны осознавать присутствие Божие даже в делах наших. Псалмопевец в 114 Псалме втором стихом говорит, «Преклони ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». В течение дня своего призывать Бога. Что вот день проходит, я с Богом разговариваю. Я могу ехать за рулем и с Богом разговаривать. Я могу стоять в линии в очереди и с Богом разговаривать. Я могу, у нас мозг настолько multifunctional, мы можем одновременно делать что-то и слышать другое. Почему мы не используем этот момент для молитвы? Я могу с кем-то разговаривать и в тот же самый момент молиться за этого человека, потому что я нахожусь в присутствии Бога. Я могу работать и в тот же момент молиться. Молитва на устах, молитва в моих мыслях. Мы сказали, молитва, это присутствие Божие начинается на их мыслях. Я мысленно могу всегда осознавать, что я нахожусь в присутствии Бога, даже на работе, даже в делах, даже с детьми, даже дома. В любом я нахожусь в присутствии Божьей, и я могу с Богом разговаривать. Бог, помоги мне с этим ребенком. Что мне ответить сейчас на работе? Бог, помоги этому рабочему. Бог, поехал человек, там, авария, сохрани там тех людей, я их даже не знаю, но они попали в аварию. Ты благослови их, Бог знает, я нахожусь в присутствии Божьем ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Присутствие Божье в моей жизни. Начало дня, в тишине дня, в занятности дня и в конце дня. Псалмопевец очень красиво пишет в 4-м псалме, 9-й стих, спокойно ложусь я и сплю, спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Он ложится, говорит, я сплю спокойно, зная, что я в присутствии Бога. Псалом 20-й, 4-й стих говорит, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Бог никогда не спит. Бог не берет Бога и вот почему я могу спокойно спать. Потому что Бог даешь мне жить в безопасности. Я в Божьем присутствии. Я могу спокойно ложиться спать и я не боюсь, я не страшусь, что завтрашний день принесет. Почему? Я в присутствии Бога. Я в присутствии Бога. Это приводит меня к последнему нашему моменту. Какие благословения мы имеем в присутствии Божьей? Какие благословения мы имеем в присутствии Бога? Первое это мир. Это покой. Когда Бог повелел Моисею вывести народ израильский, Моисей не понимал как вообще это будет. И Моисей когда он вывел народ он молился Богу он говорит Бог если ты не пойдешь со мной то не выводи нас отсюда Моисей понимал важность присутствия Бога в жизни если ты не пойдешь Бог говорил я пошлю ангела своего Моисей говорит нет мне не нужен ангел мне нужно твое присутствие как было бы хорошо если бы мы всегда видели с собой ангела да вот ангел всегда с нами вот мы видим ангел здесь идет с нами Моисей этого было недостаточно говорит мне нужно присутствие Божие интересно Господь отвечает ему и Господь сказал сам я пойду и введу тебя в покой присутствие Божие дает покой дает мир когда Бог с нами мы можем иметь мир сейчас на земле идет война и мы не знаем как эта война закончится мы не знаем что дальше будет но мы можем иметь мир только в присутствии Бога другого места мы не найдем на земле где мы можем обрести мир ни за какие деньги мы не купим его мы только это можем найти в присутствии Божьем следующий момент который мы находим какие благословения мы находим это ограду 22 псалме мы читаем если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла почему почему человек который идет долиной смертной тени не боится почему у него отсутствует страх разве это не страшно идти долиной смертной тени когда смерть смотрит тебе в глаза человеку который находится в присутствии Божьем это не страшно почему дальше мы читаем потому что ты со мною с ним Бог если нам страшно где-то мы должны вспомнить что с нами Бог я не боюсь потому что со мною Бог твой жезл и твой посох они успокаивают меня дают покой мы видим вот это мир который дает и также дает вот эту ограду страшных стесненных обстоятельствах Бог дает защиту присутствие Божие дает нам защиту и ограждает нам от зла но не только это мы также видим что присутствие Божие дает нам возможность радоваться 15 псалом 11 стих ты укажешь мне путь жизни полнота радости пред лицом твоим блаженство десницы твоей вовек полнота радости радость которая наполняет нас полнота радости говорит где при лицом твоим мир этот предлагает радость развлечения разные удовольствия но нету той полноты и люди все ищут больше и больше радости больше entertainment что еще может меня увеселить и они не находят не наполняет им надо что-то изобретать чтобы наполнили себя радостью но полнота радости она пред лицом Божьим в присутствии Божьем только можем иметь полноту радости ни в чем другом мы не найдем только в Боге последнее мы имеем в присутствии Божьем это силу Петр в 10 главе Деяния Апостола в 38 стихе который я читал говорит такое как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса Христа и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом потому что Бог был с ним Иисус Христос имел силу делать те дела которые Он делал потому что Он находился в присутствии Божьем чтобы жизнь Иисуса Христа была в нас мы должны находиться в присутствии Божьем это для этого пришел Иисус Христос чтобы у нас был доступ к этому мы читали первый стих Матфея 1 глава 23 стих вот Дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил что значит с нами Бог Аминь помолимся Иисус Христос